Девушки отдыхают Сразу пойти к Мартину и передать ему то, что сказал Стэнтон Если это правда, то настоящий виновник смерти Мартина это Стэнтон Правильно Ерунда! Нет, не ерунда Теперь вы видели, что вы наделали? Не вижу, потому что не верю этому Вы не хотите верить, вот это да Господи, ну будьте благоразумны Неужели вы не видите, что у Мартина были свои причины для самоубийства? Нет, самоубийство Мартина довела вам моя глупость И ваша подлая ложь, Стэнтон Успокойтесь Успокойтесь, Бетти, не надо волноваться Мы обязаны это довести до конца раз и навсегда Никто из вас не особен сейчас ничего довести до конца Послушайте меня, Стэнтон Да оставьте вы меня в конце концов Да вы заплатите нам за это Я никогда не прощу вам того, что вы сказали про Мартина Видит Бог никогда Вы превратно истолковываете это дело Нет, не превратно, потлый, вы лжи Умирайтесь! Но Мартин же застрелился из-за вас Стойте! Одну минуту Мартин не застрелился Мартин не... Конечно, нет Я убила его Это чудовищно Олуэн, вы не могли этого сделать Вы пошутили, Олуэн Я хотела бы, чтобы это была шутка Это должно быть с вами истерический припадок Или что-нибудь вроде этого Я слышал, что люди в таком состоянии признаются в своих поступках В безумных поступках, которые не могли совершить никогда Ни при каких обстоятельствах Олуэн не истеричка Она знает, что она говорит Ну, не хотела же она сказать, что застрелила его Послушайте, Олуэн Может быть, вы расскажете, как это все произошло Если вы, конечно, чувствуете себя в силах И я вам должен сказать, прежде чем вы начнете Что я не буду удивлен Я с самого начала подозревал вас Подозревали меня? Почему? По трем причинам Во-первых, я никак не мог взять в толк, зачем нужно было Мартину дырять себя из револьвера Ведь я же знал, что он не брал эти деньги Я понимаю, у него было много неприятностей Прямо скажем, он находился в затруднительных обстоятельствах Но я не замечал, чтобы он был одним из тех Которые прибегают к такому выходу из положения Затем Вы были у него поздно вечером Я вам уже говорил, что на бензоколонке Мне сказали, что вы проехали к его коттеджу И третья причина Но я, пожалуй, ее не скажу Итак Что же произошло? Это была случайность, не так ли? Да, действительно, это была случайность Я вам все расскажу, как было Я думаю, теперь все должны Рассказать Все, как было На чистоту Я согласен Может быть, выпьете что-нибудь? Да, пожалуйста, там Сядьте здесь, Олана Спасибо Чтобы я с вами Вы уже знаете, я поехала в тот вечер К Мартину Кеплин Чтобы поговорить с ним О пропавших деньгах Мистер Уайтхаус Просил меня об этом Он предполагал, что Деньги взял либо Роберт, либо Мартин 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 знал, что я не люблю его Он знал И о моем отношении К Роберту Мартин был уверен Что деньги взял Роберт Но он нисколько не был огорчен этим Извините мне, Роберт, но это было так Он был даже рад, что его устойчивый брат Наконец Пал Я могу этому поверить Мне очень тяжело Но я должна признать Что он иногда был таким Вы тоже его нашли таким в тот вечер? Да, он был в сквернейшем состоянии Он иногда Бывал жесток И тогда мог мучить и издеваться Да, но таким Каким я его застала в тот вечер Я никогда его не видела Он был просто ненормальный Олвен Извините меня, Роберт Я знаю, вам неприятно об этом слышать Я никогда бы об этом не рассказала Но теперь все равно Мартин принимал какие-то снадобья Вы хотите сказать, он принимал наркотики? Да, их у него был целый запас Вы в этом уверены? Это правда, Кэплин Я знал это Я тоже Он меня как-то заставил Попробовать Мне не понравилось Стало плохо А он втянулся Вскоре ему нужны были все больше и больше дозы Да, но где же он доставал эти средства? Ну, я не знаю, через какого-то типа, связанного с контрабандой Когда он не мог их добыть, то он делался Я Он не терял человеческого достоинства Как заядлый наркоман, но Как-то весь Расклеивался А вы не пробовали его останавливать? Конечно, да Но он только смеялся Я его не виню Мы ведь ничего не знали Мы не знали, чем была для Мартина жизнь Он был нервным, впечатлительным человеком Он Был из тех людей, которые Созданы для счастья Все мы созданы для счастья Мартин не был исключением Да, вы правы Вы правы, Стэнтон Но я понимаю, что хотел сказать Гордон Если бы вы знали Мартина То вы бы поняли это Он не мог мириться с золотой серединой Ему непременно нужно было все До конца Если весел, то веселее не было никого на свете А то вдруг впадал В страшное уныние И я такая же И все такие За исключением разве что Нудных и скучных стариков и старух Что вы начали говорить По поводу наркотиков Олэн? Он принял подряд Несколько порошков Прямо при мне Собственно, это были не порошки А такие маленькие Белые таблетки И это возымело ужасное воздействие Он стал как-то дьявольски весел Как сейчас вижу его перед собой У него были такие ненормальные глаза Прав, он был совершенно невменяем Ну, и что же случилось? Ужасно вспоминать об этом Я все это время пыталась Не забыть Не забыть Он знал, что Не нравится мне Но не мог даже мысли допустить о том Что я его не люблю Он был дьявольски самонадеян Он был уверен в том, что все и вся обожают его Да, он был именно таким И имел все основания для этого Он принялся дразнить меня Говорил, что я чопорная старая дева Подавив в себе все желания Никогда по существу не жившая полной жизнью Он долго говорил на эту тему Мне, наверное, нужно было бросить все и уйти Но я не могла его оставить в таком состоянии Мне действительно был его жаль Он, в самом деле, был болен Абсолютно невменяем Ну, пусть я его не люблю Но ведь, на самом деле, он же не был мне чужим человеком Он был из нашей компании Он самым тесным образом был связан С человеком Дороже которого нет для меня никого на свете Но все мои уговоры, как будто подливали масло в огонь Он принялся показывать мне какие-то Мерзкие, скабрёзные рисунки О, Боже! Фредо Фредо, простите меня, пожалуйста Мне очень жаль Простите Мартин! Мартин! Ну, я перестану, хотите, перестану Нет! Пойдите, прилягте Я не могу Вы не знали его таким, каким он был раньше Я знала, мы все знали Он был другим А тогда он был просто болен Продолжайте, да, дальше Да, Оллен, теперь уж вы не имеете права молчать Продолжайте Мне осталось совсем Немного Когда я оттолкнула Эти рисунки И возмутилась Он совсем потерял Самообладание И пришёл В страшное возбуждение Он попытался Сорвать с меня платье Я кинулась к дверям А он обогнал меня И заградил с собой дверь В руках у него появился револьвер Он что-то кричал О смертельной опасности О страхе, о любви И театрально махал этим револьвером Перед самым моим носом Я даже не думала, что он заряжен Я велела ему пропустить меня Он не подчинился И я попыталась его оттолкнуть Так Мы страшно боролись Это был ужасный Он даже не был сильнее меня Я схватила его за кисть И повернула ему Таким образом, что у него Дула револьвера оказалась Прямо у лица А палец лежал на курке Вероятно, я Подтолкнула эту руку И раздался взрыв Я все время пыталась Забыть Если бы он был жив Я бы, конечно, осталась с ним Несмотря ни на что Но он был мертв Можете не продолжать Когда я поняла, что случилось Я бросилась к машине Долго сидела в ней Не все, как пошевелить пальцем А в коттедже было тихо Убийственно тихо Вы знаете, на каком пустынном месте Стоит этот дом Меня била крупная дрожь И я вновь и вновь Переживала Весь этот ужас Ой, боже Вы не виноваты Олен Конечно Она не виновата И ни слова не должно быть сказано Об этом никогда Никому Мы должны обещать Как жаль, что мы все Не можем быть столь рассудительны И хладнокровны Как и вы с Тентом Я не хладнокровен И не рассудителен Для меня это не явилось Такой неожиданностью Большой Как для вас всех Я давно подозревал Что что-то в этом роде Должно было произойти Но все это Было так похоже на самоубийство Что никому и в голову не пришло Что-нибудь другое Но я Никак не могу понять Как вы догадались с Тентом Даже принимая во внимание Что вы знали Что Олен была там Я же вам сказал Что у меня была третья причина Я попал в контент Шмартина На следующее утро Очень рано Заведующая почтой Позвонила мне И я приехал Когда в коттедже Была полиция И доктор И я заметил На полу кое-что Что проворонил Деревенский полицейский Я поднял это Кое-что С тех пор я храню Это в моем бумажнике Я очень наблюдатель В таких случаях Дайте мне взглянуть Да, это кулачок Моего платья В котором я была тогда Так вот Как вы догадались Так вот Как я догадался Почему вы никогда Никому ничего Не сказали Об этом Я могу вам ответить Ему было выгодно Чтобы все думали Что Мартин застрелился Это значило Что Мартин сам Взял эти деньги Надо думать Что это было так Все это так похоже На то Что мы сегодня О нем узнали Нет Тут была Другая причина Гораздо более важная Я знал Что если Олвин Каким-то образом Причастна к убийству Мартина То обязательно Должно было произойти То что О чем мы услышали Что-то в этом роде Она не может быть виновата Я знаю ее лучше Чем кто-либо из вас Я понимаю ее лучше Мне только Кажется Я верю ей Она пожалуй Единственный человек Которому я верю До конца Она знает об этом Я говорил ей Об этом довольно часто Но ей это безразлично Но она знает об этом А почему вы никогда Ни словом Ни намеком не дали Мне Понять Что знаете Что-то Удивительно Не правда ли Я пропустил Изумительный случай Чтобы заинтересовать вас Хотя бы На несколько минут Но даже сейчас Когда мы все Запутались В этой истории Один из нас Будет относиться К вам по-прежнему С почтительным Ну вы Ну вы прям Романтический герой Тише 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 Вы не понимаете А где ей понять А почему вы так говорите Еще таким тоном Каждый вправе выбирать себе тон Вы знаете Я чуть было не призналась вам Тогда все было бы по-другому Но для признаний Я выбрала неподходящий момент Что-что Когда вы приходили Говорите скорее Я уже вам сказала Что сидела в машине Долгое время Не в силах на что-нибудь решиться А когда я немножко пришла в себя Я вдруг почувствовала Что мне необходимо С кем-то поделиться Кому-то рассказать Обо всем Вы были ближе всех Но вы не поехали Ко мне в тот вечер Нет, Олая? Поехала Я подъехала К вашему коттеджу Часов Примерно в одиннадцать И оставила Машину А сама Подошла К окнам И тот же вернулась обратно Вы подходили К самому этому К коттеджу Я подошла вплотную К вашему дому И увидела достаточно Чтобы тут же вернуться Обратно Так вот Когда вы Приходили После этого я понимаю Все было бесцельно Абсолютно бесцельно Это было Последним Ударом Не знаю Смогу ли я После Того случая Уважать Людей Кто бы они ни были С тех пор Я не посещаю Деревенский коттедж Вы наверное Все успели Это заметить Да Даже Бетти Это заметила Что такое Что такое Что такое Что с вами Бетти Что с вами Бетти Что такое Какая же ты Ты после этого, ты маленькая лгуня, Бетти. А разве не все мы лгуны? Но вы же, но вы же не Бетти. Да не будь же ты так глуп, Роберт. Она же лгала на каждом шагу. В чем она лгала? Почему ты у нее не спросишь? Господи, какое это имеет значение? Оставьте ребенка в покое. Я не ребенок. Вы все в этом ошибаетесь. Неужели вы, Стэнтон? Бетти, это то, на что они намекают? Почему вы ей не скажете, что это нелепо? Как же она может это сказать, Роберт? Не будь же смешон, право. Понимаете, Роберт, я видела их обоих в коттедже Стэнтона в ту ночь. Простите меня, Волон, но мне недостаточно даже вашего слова. Кроме того, могут быть и другие объяснения. Ах, перестаньте, Кэплин. Уж и так мы имели этих удовольствий больше, чем нужно. Я ухожу. Вы никуда не уйдете? Не валяйте дурака, Роберт. Вас это абсолютно не касается. Вот поэтому вы ошибаетесь, Стэнтон. Именно сейчас это стало касаться Роберта. Я жду ответа, Бетти. Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Вы были в коттедже Стэнтона? Да. Вы были его львовницей? Да. Как вы могли быть? Ради всего святого. Почему? Как вы могли? Как вы могли? Как я могла? Я не ребенок и не кукла, набитая пилками. Вы пожелали вытащить все это наружу? Так, черт возьми, получайте же желанную правду. Да, я оставалась со Стэнтоном в ту ночь и до этой ночи. Хотя он и не любит меня. Да и я не влюблена в него. Я не вышла бы за него, даже если бы и смогла. Но мне необходимо было что-то сделать с собой. Потому что Гордон сводил меня с ума. Если вы хотите назвать кого-нибудь куклой, так назовите его. Бетти, милая, Гордон, милый, притворство! Притворство, притворство! Мне от одного его вида хотелось кричать. Батя, вы не должны. Это не моя вина. Я была влюблена в него, когда выходила за уши. И я думала, что все будет прекрасно. Но он даже не может разговаривать со мной. Бетти, ради бога, замолчи. Нет, я не буду молчать. Они хотят правду, пускай они ее получат. Мне все равно. Я ничего, кроме стыда и унижения, не получила от своего замужества. Бетти, это просто безумие. Если бы я была той хорошенькой наивной куколкой, за которую вы все меня принимаете, может быть, это и было бы безразличным. Но я не кукла, не ребенок. И Стентон был единственным человеком, который понял это. Я бы не обвинял тебя, если бы ты полюбила и ушла. Но это была грязная, низкая интрига. Маленькая приключенница, это ничтожество. Теперь я понимаю, кто был тем богатым дядюшкой из Америки, который дарил тебе дорогие подарки. Это был Стентон. Да, он. А ты даже не мог быть щедрым ко мне. Я знаю, Стентону я была недорога, поэтому я хотела у него выманить все, что возможно. И по делам вам, Чарльз Стентон. Мужчина, который говорит, что любит одну, а развлекается с другой по вечерам с субботы на воскресенье, только этого и заслуживает. Поэтому-то вы и почувствовали острую нужду в пятистах фунтах, Стентон? Да. Странно как-то все. Ну, а тогда Бетти ответственна за все, что произошло. Ну, вы слышите? Бетти ответственна за Мартина. Опять Мартин. Все время Мартин. Если я ответственна за то, что случилось, то ты виноват в том, что случилось со мной. Ты не должен был на мне жениться. Да, это была ошибка. Кажется, это была семейная ошибка. Я давно должна была тебя покинуть. Это было моей ошибкой, что я хотела что-то переделать, хотела любить кого-то, кого на самом деле не существовало. Да, мне кажется, что я уже давно и не живу. Я умер год тому назад. Олуйн застрелил у меня. Это непорядочно, Гордон. Вдобавок, глупо и претенциозно. Может быть, это претенциозно, но это так. Это правда. Я это начал. Я теперь кое-что скажу вам, Бетти. Я боготворил вас. Вероятно, вы это замечали. Если она это не заметила, то она просто глупа. Я сейчас говорю с Бетти. Ты могла бы оставить нас в покое хоть на минуту, Фредда. быть, вы знаете, как я относился к вам, что чувствовал? Да, но меня это как-то не волновало. Еще бы. С какой стати это стал бы вас волновать? Я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что вы влюблены не в меня. Вы влюблены в кого-то. А это не совсем одно и то же. Да, я просто думал, что вы с Гордоном должны были бы быть счастливы. Да. Мы разыгрывали прекрасную супружескую пару. Да, это у вас получалось неплохо. Да, это было так. А что бы вышло, если бы мы продолжали притворяться, что мы счастливы вдвоем? Чего бы не вышло? Нет. Если бы мы продолжали притворяться достаточно долго, долго, то мы бы могли быть иногда счастливы. Так ведь... Так ведь бывает. Никогда. Бывает, Бетти, вот почему все это так сложно и противоречиво. Истинная правда иногда скрывается так глубоко, что до нее не добраться обычным путем. Вся эта полуправда только приближает крах до недостойно цивилизованных людей. Я с вами согласен. Вы согласны. Не ищите у меня сочувствия, Роберт. У вас сочувствия? Ну, я не желаю вас больше никогда видеть, Стэнтон. Потому что вы вор, лжец, низкий обманщик и грязный соблазнитель. А вы дурак, Кэплин. У вас очень солидный вид, но это так обман зрения. Вы очень похожи на своего полупомешанного братца. Не можете взглянуть в глаза реальности. Вы думали, какой-то рай для дураков и пребывали в нем. А теперь, выбравшись из этого рая ценой потраченных за целую ночь вами усилий, причем, заметьте, вы сами этого захотели, теперь вы строите дурацкий ад и в нем отныне намереваетесь пребывать. Это ваш бокал. М? Ваш бокал. Убирайтесь за ним. Выметайтесь отсюда. Выметайтесь. Спокойной ночи. Мне очень неприятно, мол, что все так. Мне тоже. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Крэд. Спокойной ночи. Я думаю, вам тоже пора идти, Бетти, Гордон и дядь. Только боюсь, что не с вами. И не забудьте, Стэнтон, что вы обязаны вернуть фирме 500 фунтов и подать заявление об отставке. Вы настаиваете на таком решении? Да, я настаиваю на таком решении. Вы об этом пожалеете. Поехали. 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 Не совершайте опрометчивых поступков, Гордон. Стэнтон, каким бы он ни был, в деловом отношении выше всяких похвал. Если он уйдет, дела фирмы сильно пошатнутся. Ничем не могу помочь. После всего, что случилось, я не смог бы с ним работать дальше. Пусть страдает фирма. Пусть. И чем тут фирма? Все полетело к черту, в том числе и фирма. Глупости. Ты полагаешь? А я так не думаю. А я так не думаю. Пожалуйста, не провожайте меня. Я сам на эту дорогу. Спокойной ночи. Ну, что ж, дорогая Бетти, моя девочка, не пора ли нам отправиться в наш маленький уютный домик, в наше милое, очаровательное гнездышко? О, Гордон, пожалуйста, не надо. Мам. Я провожу вас. Мам. 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 Почему вы так смотрите на меня? Я смотрю не на вас. Вас я не знаю. И прощаюсь я не с вами. Я прощаюсь вот с этим. Ну вот и все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Роберт, пожалуйста, не надо пить больше. Я понимаю, что вы должны сейчас испытывать, но ведь от этого будет только хуже. Какое это имеет значение? Я теперь конченый человек. Роберт, я не могу вас видеть таким. Вы же знаете, как мне должно быть больно. Мне очень жалью вас, Олэн. Действительно жалью вас. Вы одна вышли из всего этого с честью. А странно, правда, что вам все время пришлось мучиться из-за меня. Да, все время. Мне очень жалью вас, Олэн. Мне очень жалью вас, Олэн. А мне не жаль. Я говорю о себе. Я понимаю, что я должна была бы жалеть себя. Но мне не жаль. Не скрой, мне временами бывало невыносимо больно, но это же и поддерживало, и передавало мне силы. Я понимаю. А мне теперь силы изменили. Что-то сломалось у меня внутри. Это пройдет. Завтра утром все будет казаться иначе. Так всегда бывает. Ничего завтра не изменится, Олэн. Фреда поддержит вас. В конце концов, она к вам привязана. Нет, не очень. Конечно, я не слишком ей противен, но бывают моменты, когда она меня ненавидит. Я теперь догадываюсь из-за чего. Из-за того, что я Роберт Кэплин, а не Мартин. Потому что я жив, а он умер. Теперь она будет относиться к вам по-другому после сегодняшней ночи. Возможно, но я сомневаюсь. Она не из тех, кто быстро меняется. Вот в чем вся трудность. Она мне теперь безразлична. Изменится она ко мне или нет, мне все равно. Знаете, Роберт, мне кажется, нет на свете такой вещи, которую бы я для вас не сделала. Я бы даже, наверное, согласилась убежать с вами, если бы вы захотели. Я вам очень благодарен, Олэн, очень благодарен. Но это ничего не изменит. Тут у меня внутри все останется по-прежнему так же пусто и безжизненно, понимаете? Я понимаю, что это не неприлично в такой момент. Но факт остается фактом. Мне очень хочется есть. А как вы, Олэн? А ты, Роберт? Или ты слишком много выпил? Да, я слишком много выпил. Слишком много выпил. Ну что ж, это очень глупо с твоей стороны. Да. Глупо. Ты сам этого добивался. Да, я сам этого добивался. Вот и добился. Я сомневаюсь, что бы тебя это очень трогало, пока дело не коснулось Бетти. Неправда. Хотя я понимаю, что ты могла так думать. Видишь ли, по мере того, как вся эта мерзость все больше и больше выплывала наружу, я все чаще обращался к мечтам о Бетти. И искал в них поддержку, потому что это единственное, что давало мне радость в жизни. Я знала и раньше, что ты впадал в благородную чувствительность при виде нее. Но я знала о ней давно уже все. И часто хотела тебе рассказать всю правду. Я не жалею, что ты этого не сделала. Напрасно. Почему? Такого рода самообольщение достаточно глупо. А что ты скажешь относительно самой себя и Мартина? Я не обольщалась. Я знала все. Или почти все о нем. Я не была влюблена в кого-то, кого не существовало на самом деле. Кого я выдумала. Нет, ты была именно так влюблена. Поэтому мы все так влюбляемся. Ну что ж. Тогда у вас есть надежда? Вы снова можете создать иной идеальный образ. И вновь в него влюбиться. Нет, не могу, Уолл Эн. Вот в этом вся беда. Я лишил себя возможности создавать иллюзии. У меня нет того материала, из которого рождаются прекрасные иллюзии. Тогда тебе нужно научиться жить без иллюзий. Не выйдет. Со мной не выйдет. Я принадлежу к другому поколению. Может быть, сейчас и научили людей способности жить без иллюзий. Ну что ж, тем лучше. А я не могу. Я весь свой век прожил среди иллюзий. Совершенно верно. Ну и что из этого? Они давали мне надежду и мужество. Они помогали мне жить. Мои иллюзии. Все это, конечно, могло бы опереться на веру в жизнь. А у меня ее нет. Ни религиозной, никакой друг другой. Только вот это проклятый скотный двор и все. Так почему же ты не оставил всего этого в покое? Почему ты кричал и требовал правды всю ночь? Как безумец. А потому что я действительно дурак. Стэнтон был прав. Это единственная причина. До начала сегодняшнего ночи у меня еще было, еще оставалось что-то, что мне давало поддержку. Поэтому у меня оставался Мартин. Воспоминания о Мартине. У меня была жена. Которая меня не любила, но все-таки хорошо ко мне относилась. У меня был компаньон, которого я уважал. У меня была девушка, которую я любил. И я... Пожалуйста, не надо. Мы все это знаем. Нет, вы не знаете. Вы не можете знать. По крайней мере, так, как я это знаю. Иначе вы бы не делали вид, что ничего не случилось. Как будто бы ничего не было. Так, пустяковая ссорой за карту. Трэда, пожалуйста. Неужели вы не понимаете, что мы уже живем в другом мире? Что все ушло, что все пропало? Оказывается, мой брат полупомешанный развратник. Ну, довольна об этом. Моя жена любила его за самозабвение и истязала своей любовью. Один мой компаньон просто лжец, мошенник и вор. Но другой, да черт его знает кто. Какой-то до мозга костей испорченный стерек. А девушка, которую я любил, похотливая мартовская кошка. Нет, Роберт. Нет. Это ужасно. Довольно. Хватит. Перестаньте. Слышите? Завтра все будет иначе. Завтра. Завтра. Нет, завтра уже ничего не может быть. Завтра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У него там револьвер. А-а-а! А-а-а! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стойте! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стойте! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и все. Вам не наскучило это, мисс Мокридж? Нисколько. Сколько сцен мы пропустили? Кажется, пять. Я думаю, в этих пяти сценах они должны были наплести у ему лжи. Поэтому ты был так возмущен, этот джентльмен. Я имею в виду мужа. Послушайте только, как веселятся мужчины. Они смеются, вероятно, над какой-нибудь непристойностью. Да нет, просто сплетничают. Мужчины любят сплетничать. У них теперь имеется блестящее оправдание для сплетен. С тех пор, как они все трое стали директорами фирмы. Какой милой, уютной, тесной компанией вы все здесь живете. Уютной, милой компанией. Как это ужасно. Здесь восхитительно. Как мне всегда не хочется уезжать отсюда. Я вас вполне понимаю. И должно быть удивительно приятно жить всем вместе в таком тесном общении. Да, конечно. Но я думаю, вам всем здесь не достает вашего Бо Фрея. Он и довольно часто приезжал сюда. Вы имеете в виду Мартина, брат Роберта. Кажется, это был бестакный вопрос. Я всегда попадаю в просак. Нисколько. Сначала было действительно очень тяжело, но потом все улеглось. Мартин застрелился. Вот да, конечно, это ужасно. Он ведь был очень красив, Мартин. Да, очень красив. Кто это очень красив? Не вы, Чарльз. Они говорили обо мне? Бать, дорогая, ну почему ты позволяешь им так грубольстить твоему мужу, а? Мой дорогой, вы сейчас слишком много сплетничали и выпили немного лишнего Брэнди. Простите, я задержался? Всему виной твой любимец Фреда. О, что он еще натворил? Пытался сожрать рукопись нового романа Сони Уильямс. Я даже боялся, что его стошнит. Вот видите, как мы отзываемся о вас, авторах. Я уже привыкла. Я только говорила, каким милым, очаровательным, уютным кружком вы все здесь живете. Мне кажется, что вы все здесь очень счастливы. Тут дело не в счастье, мисс Мокрич. Все мы очень милые люди с уживчивым, легким характером. За исключением Бетти. У нее характер просто бешеный. Это только потому, что Гордон лентяй. Он не слишком часто принимается ее воспитывать. Ну, видите, мисс Пилл? Мистер Стэнтон по-прежнему тот же циник, каким и полагается быть старому холостяку. Я боюсь, что он портит вам пейзаж. Ну, что сегодня делается в эфире, кто знает. О, пожалуйста, Гордон. Мы только что выключили. Да? А что вы слушали? Какую-то пьесу. Она называлась «Не будите спящую собаку». Почему именно так? Мы хорошо не разобрались, в чем там дело. Там было что-то о лжи. А вот в результате какой-то господин застрелился. Ха! Шутники сидят на радиостанции. Да, и самоубийство, и еще бог знает что. Послушайте, я, кажется, поняла, в чем там было дело. Спящая собака, это, видите ли, была истина. А это человек, ну, муж, что ли, хотел ее разбудить. Ну, что ж, он поступил совершенно правильно. А мне кажется, говорить правду... Говорить правду так же полезно, как заворачивать на крутом повороте при скорости 100 километров в час. А в жизни так много опасных поворотов, не так ли, Чарльз? Да, бывает, если вы не выберете себе целесообразного пути. Давайте поговорим о чем-нибудь зелом. Роберт, предложи нам вина и сигарет. Фреда, а там больше нет сигарет. Тогда в этой есть. Ой, я, кажется, вспоминаю эту шкатулку. Она играет мелодию, когда открываешь крышку, не правда ли? А, ну как же, я даже вспоминаю мотив. Свадебный марш, не так ли? Да тихо вы, тихо! Подождите! Вы послушайте лучше вот это! Ах! Я обожаю эту мелодию! Что это? Это такой фокстрот! Что-что? Такой фокстрот! Не смокритесь. Когда до снега осень доживет, Как человек до старческих сидим, Укройтесь вашим пледом поплотней И разожгите в комнате камень, Еще набейте трубку табаком, Чтоб в сумраке стоял табачный бин, И слово джентльмену я даю, Вам сразу мир покажется иным, Вам сразу мир покажется иным. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уже чуть-чуть оттаяло окно Уже стакан ваш опустел на треть Пусть душу вам согреть не суждено Зато хоть руки можно отогреть Чтоб легче было зиму корота Чтоб холод вас ночами не томил Свечами запаситесь до утра И разожгите в комнате камин И разожгите в комнате камин И снова ветры зимние Опять туманы дымные И снег, колючий снег Всю ночь метет, метет опять Но мы забудем скорости Все беды и все горести И сможем, и сможем Друг друга наконец понять Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok